Это наша жемчужинка нашего города. Жемчужиной Лениногорска жители считают лесопарковую зону имени Горького, потому что в ней богатые лесы, есть места для активного отдыха. Роза Рязановна любит прогуливаться по парку в любой сезон, но перед Новым годом здесь становится особенно прекрасно, считает женщина. Лесопарковую зону украсила компания «Татнефть». Делают очень много для детей, такая красивая площадка сделана. Оформление к Новому году очень красивое. И вообще нам этот парк очень нравится, мы тут часто бываем. Мое пожелание такое, особенно, наверное, подросткам, молодежи, не безобразничать. Беречь то, что сделали, что делают для нас. Не обошла сказка стороной и самое известное городское пространство – аллею почетных нефтяников. Возле самого узнаваемого места в Лениногорске монументу нефтяникам установили свои новогодние инсталляции. Среди них арка и химическая колбочка. Колбы превратили Лениногорск в большую сказочную лабораторию. Сосуды со снежинками напоминают пузырьки с эликсиром из известной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». И это не совпадение. По восточному гороскопу наступает год кролика. Именно с этого зверька, согласно сюжету книги, начались приключения Алисы. А еще колбы – это отсылка к теме образования, ведь химия – один из школьных предметов, с которого начинается путь будущих работников нефтяной отрасли. Необычно, интересно. Я даже внимание обратила на эту инсталляцию. Необычные снежинки. Прямо изумительно. Хочу сказать слова благодарности Татнефти за то, что они нас не забывают, украшают наш город, за то, что каждый год стараются новые украшения придумать интересные. В этом году яркими огнями засверкала и площадь Ленина за Дворцом культуры. Она стала местом притяжения детей и молодежи. Местные жители говорят, что здесь получилась удачная фотозона. Потому что здесь больше всего украшений, как-то центр города. И здесь очень красиво. Все преобразовался в город, честно говоря, за многие годы. Все очень красиво. Народ приезжает сюда фотографироваться. Все нравится. И везде можно сделать красивые фотографии. Территория, где стоит главная елка, юбилейный парк, тоже утопает в огнях. Его также украшали нефтяники. Выделяет и средства, и поддержку в оформлении наших новогодних зон, приобретении подарков, в организации концертных программ. Очень много делается. И поэтому я бы хотел сказать еще раз огромное спасибо компании Татнефть. Открытие елки состоялось 24 декабря. Во время новогодних праздников до 8 января лениногорцев и гостей парка «Юбилейный» ожидают игры, зимние забавы, развлечения для детей и квесты. А в парке имени Горького – самая настоящая резиденция Деда Мороза. Рината Столярова, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.